Прекрасная пора, очи очарования. Лето в Нижегородском Болдинском музее в заповеднике такое уже удивительное, как и осень. Особенно радостно, что здесь снова могут побывать любители природы и поэзии. Вход в музей разрешен, но только группам до пяти человек и обязательной маске. В таких условиях экскурсии проходят даже лучше, говорят посетители. Можно прерывать рассказ сотрудника музея, задавать вопросы и вместе с тем наслаждаться атмосферой, в которой творил Пушкин. Первый раз Александр Сергеевич Пушкин приехал в Болдино в сентябре 1830 года. Он предполагал, что останется здесь на месяц, однако из-за эпидемии холера задержался почти на всю осень. За это время он написал почти 50 произведений. В письме своему товарищу Плетневу Пушкин сообщил, что в Болдино стал писать, как давно не писал. В первую болдинскую осень писатель даже стал рисовать. В музее сохранились и рабочие листы. На одном из них видна надпись «7 лет, 4 месяца и 17 дней». Именно столько писал Пушкин свой знаменитый роман Евгений Онегин. Портреты поэта и членов его семьи, рукописи, часы, книги. Этот дом, как и весь заповедник, хранит особый дух. Он передается посетителям. Эмоций очень много. Мы очень долго ждали от этого открытия, потому что для Болдина вообще принимать гостей – это жизнь. Очень не хватало за время карантина каких-то культурных мероприятий. С нетерпением ждали открытия музеев, выставок, прочих заведений культурных, которые можно было бы посетить. Болдинский музей является уникальным местом для Нижегородской области. Всегда очень приятно здесь находиться. Музей закрылся 18 марта и до 6 июля он работал в режиме онлайн. Запущен виртуальный тур, записанный, выложенный в сеть, тематические экскурсии и лекции. Еженедельно сотрудники разрабатывали новые программы для любителей искусства. Онлайн-проекты будут продолжаться, но впереди и другая, очная работа, в том числе и с другими музеями. «Мы действительно этому дню сегодня очень рады и сами себя поздравляем. Настроение у нас отличное, потому что это начало нового этапа в жизни музея, равно как и многих других учреждений культуры». Работа продолжится по старому графику. Музей будет принимать гостей со вторника по воскресенье с 10 часов утра до 5 часов вечера. А парк станет доступен для посещения до 8 часов. Дарья Кульбакина, Виталий Кудрявцев. Время новостей. Дарья Кульбакина, Виталий Кудрявцев.